Жертвами теракта в Ницце стали 88 человек, сотни ранены. Среди пострадавших большое количество детей. Нападение произошло на английской набережной в ночь с 14 на 15 июля. Грузовой автомобиль на высокой скорости врезался в толпы людей, которые вышли посмотреть салют в честь национального праздника Франции – День взятия Бастилии. По убегающим людям из грузовика велась стрельба. Вскоре водитель был застрелен полицией, им оказался 31-летний выходец из Туниса. В автомобиле были обнаружены взрывчатые вещества и оружие. Режим чрезвычайного положения во Франции, который должен был быть отменен 26 июля после ноябрьских терактов в Париже, продлен на три месяца. Беларусь продолжает ликвидировать последствия непогоды. За дни шторма в стране от стихии пострадали свыше 500 населенных пунктов. Повалены деревья, повреждены кровью домов, 37 человек получили травмы. Больше всего пострадали районы Минской и Могилевской областей. Здесь энергетикам предстоит еще немало работы. А тем временем синоптики предупреждают, что неустойчивая погода с грозовыми дождями, градом и шквалистым ветром сохранится до конца недели. В Витебске стартовал 25-й юбилейный Славянский базар. Галаконцерт, торжественная церемония открытия прошел при полном аншлаге. Участие в ней принял и президент Александр Лукашенко. Глава государства по традиции вручил награды деятелям искусства, а также спецпремию «Через искусство к миру и взаимопониманию». Сегодня вечером на сцену летнего амфитеатра выйдут звезды белорусской и российской эстрады. На Славянском базаре День Союзного государства.